Салют всем подписчикам ВВХ, с вами снова Джеки и сегодня мы, как всегда, по вторникам обсудим прошедшее свежайшее Monday Night Raw. Погнали! Ну что, друзья, что же интересного я для себя отметил? Ну, конечно же, начало квалификационных матчей на Money in the Bank. Ближайшее это будет Pay Per View от WWE, одно из самых интереснейших, одно из самых ожидаемых Pay Per View, и в том числе и мной, я думаю, и большинством из вас, поэтому, конечно, ждем с нетерпением. Итак, первым участником мужского Money in the Bank матча, вообще их будет два, мужской и женский, хотя, хотя есть еще предположение, что их будет три, но об этом я чутка попозже скажу. Первым участником Money in the Bank матча мужского стал Брон Строумен, который победил Кевина Оуэнса и прошел первым вот в этот самый многосторонний лестничный поединок. Пока что, кстати, я точно не знаю, сколько человек будет принимать участие и там, и там, ну и в мужском, и в женском, а возможно еще и в третьем, вот, но точно знаю, что Строумен уже туда прошел. И это будет интересно посмотреть, такой большой мужик, большие парни вообще, ну их немного, их немного, как правило, в таком матче, там один или максимум два. И, конечно, Брон Строумен уже прямо сейчас, наверное, является одним из самых больших, прямом и в переносном смысле фаворитов этого предстоящего Money in the Bank матча. Ну а с чего же я взял, что, возможно, будет еще и третий Money in the Bank матч? Потому что на этом шоу две команды прочитали промо, вот, ну там были, там было много промо, там на телефон снятых к предстоящему Money in the Bank. Ну что-то примерное, знаете, как перед Royal Rumble, типа я выиграю в королевской битве, я выиграю в королевской битве. Вот тут было то же самое примерно, но про Money in the Bank. То есть там все хотят туда попасть, все хотят попасть вот в эти титульные, ну не титульные, а вот эти вот чемоданочные матчи. И две команды, как минимум, из тех, что я запомнил, Бризанга вместе вдвоем прочитали вот такой вот промо, и Вознесение тоже, Конор и Виктор, тоже вот зачитали все эти дела. И я очень сомневаюсь, что Бризанга там в полном составе и Вознесение тоже попадут в мужской Money in the Bank матч. А стало быть, я делаю предположение, что очень даже возможно, что будет командный Money in the Bank матч. И по-моему, слухи об этом есть. И вот эти промо, они только подтвердили эти слухи, и я теперь склоняюсь к тому, что это правда. И действительно, у нас будет еще и командный Money in the Bank матч. Ну, в принципе, это будет интересно, я не против такого решения. Ну, будет прикольно, будет прикольно, и матч такой Money in the Bank с таким множеством команд должен получиться хороший. Поэтому ждем, ждем официального объявления всего этого дела. Итак, первой участницей женского Money in the Bank матча стала Эмбер Мун, которая в трехстороннем отборочном матче победила Сашу Бэнкс и Руби Райот. Это чуть ли не самый лучший матч на этом шоу. Ну, хотя, не знаю, он примерно одинаковый по крутизне с Мейн-Ивентом, как по мне. И это только подчеркивает то, что вот этот трехсторонний поединок женский, он был просто отличный, хороший матч. И вот такое бы показать на Бэклэше, блин. Потому что вот все, вот это Ро, прошлое Ро, позапрошлое Ро, три подряд Ро, по моему мнению, были гораздо лучше, чем по Ипервью Бэклэш, на котором нам обещали все самое лучшее с обоих брендов. Такое ощущение, что сделали все самое херовое из того, что вообще можно сделать. Эмбер Мун молодец. В принципе, я за нее, наверное, в этом матче и болел. Она такая самая интересная участница недавно, которая дебютировала на Ро. Такая еще свежая, такая с импульсом, поэтому Эмбер Мун, ну вряд ли она, конечно, выиграет. На нее я бы не ставил, но ее участие в этом матче, это круто. И я рад за Эмбер Мун. Так, еще хочу обратить внимание на большое интервью. А перед ним еще и видео было про Бобби Лэшли. Наконец-то все это сделали. Ну хотя прошло, может быть, не так много времени. Допустим, в NXT чуть ли не через год занялись историей Родрика Стронга. А тут прошло три недели. Ну или сколько? Или четыре. Вот. Вначале показали, значит, ролик про Лэшли, про его там студенчество, как он в борьбу попал, как на него обратили внимание в WWE. Курт Энгл, я так понял, что ему помог неслабо. Про участие Лэшли в TNA вообще ничего не сказали. Ну это неудивительно. Как бы для WWE вот этот период, когда рестлинеры находятся в TNA, он вообще не существует. Они считают, что они просто сидели дома и ничего не делали, рестлингом не занимались. Вот. Видосик был неплохой, а вот интервью довольно странное. Он там про сестер своих рассказывал. Ну, я не знаю, это такое спорное решение. Я думаю, что могли бы что-нибудь интереснее, на какую-нибудь более интересную тему поговорить. Ну, про сестер так про сестер показали Боби Лэшли таким добрым-добрым чуваком. И после такого интервью, после такого видоса, я уж точно на сто процентов уверен, что Хилл Терна Боби Лэшли ждать еще очень и очень долго. И если вообще он будет за то время, на которое он пришел в WWE. Так, а дальше хочу остановиться на такой вещи, которая, думаю, многим не понравится. Но, как бы понравится, не понравится, я должен высказать то, что я думаю по этому поводу. Я говорю про дебют Моджо Роули на Ром, после переведения со Смэкдауна. Сет Роллинс бросил открытый вызов, вот, и на него откликнулся Моджо Роули. Я знаю, что многим Моджо Роули не заходит, но я не отношусь вот к этим людям, которые хейтят Моджо Роули. Я даже больше скажу, мне, в принципе, симпатичен Моджо Роули как рестлер, потому что он, возможно, он выглядит как-то не очень хорошо, у него есть жирок, да, у него есть какие-то определенные проблемы с лишним весом. Вот, но Моджо Роули достаточно подвижный парень, достаточно такой, на него интересно смотреть мне. То есть он особо не тормозит матчи, и в этом матче он, как мне кажется, показал себя очень даже хорошо. Ну, конечно, Сет Роллинс, это вообще огромное, огромное достижение Сета Роллинса, огромное значение он имел в этом матче. Вообще, мне кажется, Сет Роллинс сейчас самый лучший, самый горячий рестлер в WWE. Вот такие вот дела. И с Моджо Роули у них получился просто отличный матч. Ну, ладно, не отличный, хороший. Хороший матч, мне он понравился, он был достаточно долгий, минут 10 был. Ну, естественно, Моджо Роули не победил, я бы этого сам, конечно, не хотел, не настолько мне нравится Моджо Роули. Но ничего против Моджо Роули я не имею. И в этом матче он мне еще раз доказал, что достаточно интересен на ринге. И то, что такой большой поток хейта на него льется, и все считают его, ну, не все, большинство считает его каким-то говном. Ну, мне кажется, это несправедливо. Есть рестлер, которые гораздо более хуже проявляют себя на микро... Ну, не на... Ладно, на ринге, на ринге, я хотел сказать, на микрофоне Моджо Роули. Ну, особо себя я не проявил, у него не было возможности особо это сделать. Вот, особо... Хуже проявляют себя на ринге, но при этом к ним отношения почему-то гораздо лучше, чем к Моджо Роули. Вот. Короче, поздравляю Моджо Роули с хорошим дебютом на Ро. Ну, после возвращения, там, все дела, вы понимаете. Вот. И интересно, будет ли Сэд Роллинс продолжать вот это вот дело, открытые вызовы а-ля Джон Сина в 2015 году. Это интересно. Ну, и последнее, о чем хочу поговорить, это, конечно же, мейн-эвент. Еще один квалификационный матч к Money in the Bank. Победитель, получается, становится участником этого пей-пер-вью, надвигающегося в мейне. Принимали участие, значит, Фин Балер, Роман Рейнс и Сэмми Зэйн. Вот. А, кстати, по поводу Сэмми Зэйна и Кевина Оуэнса. Вроде как, между ними, ну, не то чтобы все норм, но пока что нельзя сказать, что они фьюдят друг против друга. Хотя, мне кажется, все к этому и идет. Потому что там был сегментец, где Кевин Оуэнс-то предъявил, что какого хрена вчера вообще случилось, мне еще пощечину дал вообще, что происходит. Но Сэмми Зэйн извинился, и вроде как они еще не настолько выраждают друг с другом. И фьюд только-только набирает обороты. И, кстати, Кевин Оуэнс пообещал помочь вот в этом мейн-эвенте Сэмми Зэйну, но, по-моему, Кевина Оуэнса там не было. И это еще одна ступень построения вот этого фьюда. Ну, а матч сам получился хороший, достаточно бодренький. Мне, в принципе, он понравился. Ну, там были, конечно, такие моменты провисания, момент, когда они там гуляли по зрителям. Мне вообще такие моменты не особо нравятся. Но, в целом, матч мне понравился. Матч очень даже добротный, достойный мейн-эвента главного еженедельника WWE. И чем он закончился? Роман Рейнс, казалось бы, уже был готов провести свой гарпун и проходить на изичах в Money in the Bank матч, но ему помешал Джиндер Махал. Вот, Джиндер Махал, который до этого победил Чеда Гейбла и вроде как доказал Курту Энглу, что он достоин быть в Money in the Bank матчем, но Курт Энгл показал ему фигаля перед лицом, кукиш с маслом, так сказать. И все, Джиндер Махал что-то злой, помешал Рейнсу, в итоге победу одержал Финн Баллар. И именно Баллар отправляется на Money in the Bank, присоединяется к Брону Строману. Вот такие вот делишки. Ну что ж, интересно, интересно, что из этого выйдет, кто еще станет участником Money in the Bank матча и мужского, и женского. Но, конечно, начало фьюда Джиндер Махал и Романа Рейнса у меня под большим сомнением, но об этом мы поговорим более детально уже, наверное, на следующей неделе. Ну а на сегодня все. В целом, опять, в очередной раз Ро мне очень даже понравилось. Оценка ему 7,5. Ну, примерно от меня очень добротное шоу. И добротные матчи были показаны. Ро пока что просто радует вот с самого начала вот с Ро после Рессалмани. Короче, меня пока что Ро очень даже устраивает и радует. В отличие от Смэкдауна. Смэкдаун, кстати, явно проигрывает. Пока что красному бренду. Но, возможно, на этой неделе уже все поменяется. Уже завтра Смэкдаун. Уже завтра. Завтра ждите видосик. Ну, я думаю, что запишу по Смэкдауну свежему. Но на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал. Очень хочется преодолеть побыстрее отметку в 2000 подписчиков. Очень вам благодарен, кто подписывается. Ребята, большое всем спасибо. Большое человеческое спасибо. Бо! Лайк, подписка на канал, колокольчик, если не хотите пропустить новые видосики. И спасибо, что остаетесь со мной, с Джеки, с ВВХ. Скоро, кстати, запишу олдскульную рошечку. Давно уже не занимался комментированием. Так что заходите в паблик ВКонтакте. ВВХ. Паблик ВКонтакте всегда в ссылках есть. к видосику. Там скоро выйдет новая рошечка. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, друзья. С вами был Джеки. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова